Сегодня в Пинске, который издавна славится своей толерантностью, представлены все традиционные конфессии – православие, католицизм, иудаизм, протестантство. На территории города действуют 23 религиозные общины. Согласно социологическим опросам, в нашем городе при всем многообразии религий и национальностей сохраняется веротерпимость и уважительное отношение к представителям всех конфессий и национальностей. Во многом этому способствует и тот конструктивный диалог, который ведется между местной властью и представителями конфессий. Наглядный пример тому – состоявшаяся в Горисполкоме встреча представителей власти и духовенством, которая стала традиционной. Руководители зарегистрированных в городе религиозных общин приветствовали заместитель председателя Горисполкома Марина Ковалевская, председатель городского совета депутатов Александр Гордич, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Валентина Кулак. Отрадно видеть, что мир и согласие между конфессиями в нашем городе, он традиционно сохранен. Это приятно. Хочу сказать вам слова благодарности за ту работу, которую вы проводите в нравственно-духовном воспитании молодого поколения, за ту помощь, которую вы оказываете нуждающиеся в этой помощи. Это и ветераны, это и пенсионеры, это люди разных возрастов и разных профессий, это люди, которые служат на благо нашей Родины. И за это вам огромное спасибо. У религиозных общин и городской власти есть много точек соприкосновения, и одна из них – благоустройство города, облик которого так прекрасно дополняют культовые здания. И Марина Владимировна обратила на это особое внимание. Высокой оценке заслуживают качественная работа религиозных организаций по содержанию ваших зданий и прилегающих к ним территорий. И в преддверии праздников я хочу к вам обратиться от имени Пинского городского исполнительного комитета помочь в организации подсветки ваших зданий и сооружений. Марина Владимировна обозначила наиболее острые проблемы, над решением которых надо работать в сообща. Это пьянство, наркомания, семейное неблагополучие. Результатом совместной работы назвал Александр Гордич положительную демографическую динамику, которая в какой-то мере свидетельствует о благополучии жителей Пинска. Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за то, что не только область своими действиями, но и вы своими молитвами воздействуете на ту, я считаю, нормальную обстановку, которая у нас существует в городе Пинске. Конструктивными назвали отношения руководства конфессии религиозных общин Валентина Кулак. Я благодарю вас, что мы всегда находимся во взаимопонимании, что вы понимаете все то, о чем вы нас слышите, о чем мы говорим. И Пинский госполком, в частности, тоже взаимно относится ко всем тем просьбам, пожеланиям, которые поступают от ваших общин или лично от вас, как от руководителей. Представители городской власти ответили на вопросы присутствующих. Некоторые из них подготовили руководители службы сполкома. Многие ответы носили консультативный характер. Они помогут в практической деятельности общин, которые действуют в рамках закона и согласно уставу. Конечно, были просьбы, вопросы и пожелания. Все они учтены и услышаны. Как всегда, встреча носила конструктивный и полный взаимопонимания характер. Общее мнение от заинтересованного разговора выразил Николай Герасимович Завадский, пастор церкви, христиан веры и евангельской спасения. Я хотел бы поблагодарить госполком, что нас заметили. Прошлого года мы получили диплом. Очень приятно. И нам вообще. Ну и будем стараться. Мы что-то сделали, которое было подмечено. Будем стараться делать, украшать здание, чтобы было приятно нашим горожанам. Продолжение следует...